Здравствуйте! Это программа Сумомнений. Сегодня мы на выезде. Мы отправимся на строительную площадку штаб-квартиры РМК. Знаменитое здание «Ананас» уже собрано. Идут внутри отделочные работы и прокладываются коммуникации. Мы побываем внутри и нам покажут и расскажут, как будет выглядеть это здание, какие работы там сейчас идут. Отправляемся. Сейчас на строительной площадке находятся два интересных объекта. Вот это первый опытный модуль. Его собрали полностью для того, чтобы отработать все технологии. То есть здесь мы видим окно, там также есть двухуровневый этаж. И этот опытный модуль возили даже специально в Европу на испытания. И уже только после этого все технологии, которые здесь отработали, перенесли в главное здание, в саму штаб-квартиру. Мы побываем сегодня и в самом модуле, где нам подробно покажут, как будет выглядеть вся рабочая зона. А потом уже пойдем на площадку, которая строится и которая совсем скоро будет закончиться. Итак, смотрим. Таб-квартира РМК – это первое здание в России, которое строится по проекту всемирно известного архитектурного бюро Нормана Фостера, автора знаменитого лондонского корнишона и пешеходного моста «Миллениум», а также купола Рейхстака и Хёрсттауэр в Нью-Йорке. Мы с вами сейчас находимся в типовом блоке комнаты приема пищи для наших сотрудников. То есть на каждый блок, состоящий из двух этажей, у нас имеется такая комната. И те работники, кто не пожелают пойти в кафе, они, соответственно, смогут прийти, погреть свою еду с собой принесенную, попить кофе, чай и, соответственно, отдохнуть в обеденный перерыв или в промежутках времени. Мы разместили наших работников, конечно, по функционалу. То есть смежное управление, часто взаимодействующее, находится рядом, что также облегчит производственные процессы. Как и в любом современном здании, штаб-квартира будет оснащена системой «Умный дом». Уже это демонстрационное пространство оснащено датчиками и контроллерами, которые регулируют качество воздуха и освещение. Это особенно важно, потому что окна в здании не открываются. Со специальной панели можно управлять температурой в помещении, освещенностью и влажностью. А главное, все коммуникации спрятаны в полу. Это сделано специально для удобства обслуживания. А вот посмотрите, вот я вот, видите, они все внизу. Здание высокое, потолки 4,5, а когда зайдете, там 11 800, по-моему, да, у нас? Ну да, 12 метров. Почти 12 метров. Представьте, если бы это было традиционным способом, где-нибудь зафальш потолком, как бы я отремонтировал свой кабель или камеру, я бы полез на 12 метров высотной работы, что там, специальная какая-то там, вышка. А теперь что делаем? Вот вы стоите здесь, вот это не разъемный пол, а вот это разъемный пол. Вот это все можно аккуратненько поднять, залезть, отремонтировать и закрыть. Все спроектировано именно для этого. Как часть разъемного пола. То есть вот все коммуникации наглядно можно увидеть здесь. А что здесь? Здесь очень мало. Вы сейчас увидите на здании, увидите реальное наполнение. Все инженерные сети смонтированы в подпольном пространстве. Это система фальшпола компании Линнер. Она выполнена на металлургическом каркасе. То есть по системе у нас состоит из запорных стоек, горизонтальных профилей. На монтажной системе находятся все у нас инженерные сети на отдельной. И в общем-то в здании таких разъемных зон у нас достаточно. В каждом кабинете, где под ковровыми зонами, в кабинете комнаты приема пищи, где у нас керамогранит, имеется возможность доступа в подпольное пространство. Стесненность этих инженерных сетей вы сможете увидеть на самом деле настройки. Здесь просто были отработаны основные магистрали. И я думаю, что вы убедитесь, что раз в пять, а может быть даже и более этих сетей, в общем-то там даже стойку вот такую очень сложно поставить, либо руку с шуруповертом опустить. Если у нас пожар в подпольном пространстве, то каждая плитка имеет специальный камп, так называемый, из поливинила, там какого-то хлорида, который при нагревании смыкается, и у нас продукты дымообразования не поступают в офис. То есть вот эта лента, вот с этой лентой слепляется, она как бы спенивается. Она порядка пяти. Тяжелая, может попробовать кто-то желающий. Это сульфат кальция, смесь гипса с целлюлозой. Вы видите сейчас типовой рабочий кабинет на четыре сотрудника. Если вы обратите на здание внимание, на первом этаже расположен парадный вестибюль. Со второго по тринадцатый этажи у нас расположены кабинеты сотрудников. И на четырнадцатом, пятнадцатом этаже это кабинеты руководителей и собственников. Вот, значит, сейчас мы когда с вами пройдем на здание, я вам там позже расскажу. У нас есть антресольный этаж и, скажем так, типовой этаж. То есть это вы все увидите. Вот в данном случае у нас здесь на антресольном этаже четыре рабочих места. Значит, на нижнем этаже там по шесть рабочих мест. Значит, также все коммуникации, значит, спрятаны для комфорта. То есть, чтобы, скажем так, чувствовать себя как дома, да, значит, архитекторы предусмотрели ковровое покрытие. Обратите внимание. То есть все бесшумно, везде кругом доводчики, значит, питание, электроприборы, значит, провода подключаются к розеткам. Все это скрытно. Вся концепция минимализма. Если вы видите, постарались в здании использовать основные три цвета. Это белый, ну, либо белый бетон. Это рози-голд, ну, либо цвет дерева. И серый, серый графит. Ну, что-то такое приближенное к темному. Внизу мы были в комнате приема пищи. Вы, если обратили внимание, нижний кабинет, он больше, длиннее. Этот, он короче, меньше. То есть у нас, если мы будем в здании, мы увидим, что есть кабинеты, будут кабинеты на шесть рабочих мест. Данный кабинет на антресольных этажах рассчитан на четыре рабочих места. В остекленении это выражается в том, что на первом этаже, где кабинет большой, мы и остекленение имеем большое. На антресольном этаже остекленение меньше, но в то же время света хватает как внизу, так и вверху. Здание состоит из шести двухэтажных типовых блоков. У нас, получается, 12 типовых этажей, вестибюль и два виповских этажа. Особенность еще некоторая есть в том, что мы видим, что у нас везде беспрепятственный доступ. У нас нигде нет какой-то вещи, которая бы мешала, к примеру, подойти к нам к фасаду. То есть у нас радиаторы, они в фальшпалах спрятаны. Мы можем подойти спокойно к фасаду. И так как наш фасад имеет некоторое отклонение, отрицательное, стоя возле фасада, можем, в общем-то, увидеть то, что происходит под самым-самым там входом здания. До строительства здания и до начала проектирования больше года бюро Нормана Фостера отслеживало нахождение солнца на данной площадке, с какой стороны оно будет, под каким углом. И только после этого они приступили к проектированию. Конечно, все моменты нахождения солнца в каждые из дней, в каждые из часов солнцестояния учтены. И здание построено так, чтобы нашим работникам было комфортно. Основным достоинством и основным вызовом проекта, конечно, является безусловное следование установленным вводным Нормана Фостера. То есть как нарисовали, так и будет. Никаких компромиссов не принимается. Из-за этого приходится по 30-35 раз предлагать разные материалы, разные решения, конструкции. И утверждать, потом проходить испытания, которые тоже не всегда заканчиваются благополучно. И иногда выходить на второй круг. Но это и дает безусловное качество и безусловную эстетику. То есть мы действительно наше здание оттачиваем как бриллиант. Ну, каркас уникальный, белый бетон, требования к качеству поверхности. Здесь вот можно только упомянуть, что опалубка колонн была из нержавеющей стали. Я такого никогда еще не видел. Мне самому это было очень любопытно. Она блестела. Она была зеркальной поверхности. Но вот такого я не видел на других объектах. Если везде можно где-то подмазать, подшлифовать, срубить, то здесь это невозможно. То есть сразу задавался высокий стандарт качества. Уже на уровне каркаса. Вторая сложность для нашей компании – это то, что вы видели на объекте. Отсутствие видимых инженерных сетей. Все должно было быть спрятано. И спрятано прежде всего в пол. А пол у нас ограничен был задан по высоте, площади. Вот такой пример, что на 800 метров, примерно 800 метров площадь этажа у нас не очень большая. Около 30 метров, нет, ну делим пополам. Где-то получается 15 километров только кабеля спрятано в полу. Порядка полукилометра воздуховодов, около километра трубопроводов и прочих инженерных систем. И все это нужно разместить с учетом конструкции пола. И в этом была одна из основных сложностей. Нам было сразу предложено сделать биомоделирование. Это 3D-моделирование инженерных систем, конструкций. И, собственно, без этого у нас бы просто ничего не получилось. У нас, у строителей. Но если екатеринбуржцы все и знают, что здание строится довольно давно, да, и проектирование мы ведем до сих пор, сейчас переходим в режим авторского надзора. Это не потому, что мы такие нерасторопные строители, а потому что здание оказалось сверхсложным. И здесь нет, по сути, ни одного типового узла. Все узлы уникальные. То есть каждое примыкание, каждое сочленение, каждое опирание – это все приходится разрабатывать вновь. Обратите внимание на перегородки. Перегородки ультратонкие, высокие, прозрачные, воздушные. То есть к этому тоже очень долго шли. Очень много разных было экспериментов. Ну, не всех, к сожалению, производственных компаний смогли предоставить нам качество необходимое. Но в итоге нашли, утвердили. Вы видите сейчас, что происходит как раз монтаж этих перегородок. Если вы посмотрите на здание, на западную часть здания, то есть на 15-м этаже, 14-15 этаж, значит, будет смонтирован логотип компании. Значит, он будет подсвечен в цветах компании. Днем – это просто прозрачное стекло. В темное время суток весь город будет видеть, это будет фишка, гордость, скажем, визитная карточка этого здания. Если мы посмотрим, здесь представлено благоустройство. Повторюсь, значит, архитекторы. Вся зона отделки будет облицована натуральным камнем. В данном случае это наш сибирский гранит серого цвета. Малые архитектурные формы будут выполнены также полностью из гранита, из цельного камня. Видите, предусмотрена система зеленых ограждений. Данные липы, повторюсь, они будут сразу же посажены 6-метровые. Они были специально для этого закуплены заранее. То есть мы весной после основных работ начнем зону озеленения и благоустройства. Разноуровневый, да, получается, газон вот тут и здесь? Это не газон, это ограждение. Ограждение? Да, это ограждение, зеленое ограждение. Ситуация такая, вы будете находиться, общаться с коллегой на мебели уличной, при этом вы будете в индивидуальной, приватной зоне. Как только вы встали, зеленое ограждение, вот это, оно примерно чуть ниже уровня, да, мы видим все остальное пространство. Ну, тут просто не видно системы лабиринтов. Здесь как бы как отдельные такие рекреации. А в какую часть территории можно будет зайти жителям? Или это будет все частная зона? Жители могут находиться, любоваться. То есть это будет объединенная территория с набережной, то есть зону благоустройства, которая объединяет весь город. То есть задумка именно такая. Ну вот обратите внимание, если вы посмотрели готовые всякие вещи, вот здесь открытая панель, она оставлена для монтажа, потому что все приходится прятать. Везде стекло, везде прозрачно. И вот тут вот в маленьких панельках спрятано огромное количество кабелей. Продуманы специальные кронштейны, продумано, как закрывать. На нижних этажах вы видели, как красиво это все закрыто. И никто даже не подозревает, что там огромное количество аппаратуры. Вот в верхней секции куча аппаратуры стоит, здесь куча аппаратуры стоит. А вот это вот что за? Это кабельные линии разной категории. Какие это для инженерных систем, какие это для IT-систем. По мере монтажа самих блоков активных, эти кабеля присоединяются к ним, и все закрывается. И становится опять чистенько, прозрачно, ничего не видно. Но обслуживать очень удобно. Я прихожу со специальным ключом, отнимаю панель, вижу провода, ремонтирую, регулирую, закрываю. То есть все продумано для того, чтобы комфортно, невидимо, но и при этом все технарии могли очень хорошо это обслужить и сопровождать. Это самое тоже важное. А вниз они, получается, идут напрямую, да? Нет, они уходят под пол. И вот обратите внимание, сейчас идет монтаж систем. И вот эти три шкафа, вот можно с этой стороны. Давайте тут посмотрим. Вот с этой стороны. Вот эти три шкафа, видите, сходятся все кабеля со всех двух этажей. Вот обратите внимание. То есть это самая важная комната? Это одна из самых, ну с точки зрения IT. Да. Вот с точки зрения IT, это одна из самых важных комнат, где как раз будут, вот обратите внимание, сходятся все кабеля, все кабельные линии с двух этажей. Вот они. В эти стойки ставится оборудование всевозможное будет. Вот часть уже, обратите внимание, стоит. То есть, вот вы простите, готовность, идет монтаж, реальный монтаж реального оборудования. Вот. И, если вы посмотрите сюда, очень хорошо продумана система организации вертикали. Вот эта вот огромная стенка полностью забита кабелями вертикальными, оптическими, медными, всевозможными датчиками, трубами. Вот, все вот это очень легко обслуживается, идет насквозь все здание и проходит в центр обработки данных. А вот это шкафы системы инженерных систем. Через эти шкафы управляется освещение, через эти шкафы управляется воздух, вентиляция, управляется свет. Ну вот, все наши системы, они смонтированы вот в таких вот шкафах. Поясните, пожалуйста, что здесь еще осталось доделать на этом этаже? На этом этаже будут выполнены системы акустических потолков, дефлекторы. В них скрыто пожаротушение, сплинтливная система, освещение, датчики различной системы связи. Понятно, что на балюстраде мы будем видеть, у них перила деревянные, здесь у нас фальш-полы сейчас не имеют финишной отделки. Это мрамор, это дерево инженера доска натуральным шпоном, ковер, шкафы, освещение. Ну, в общем-то, и все. Минимализм. Особенность монолитных работ заключалась в том, что в мире, конечно же, с белым архитектурным чистым бетоном работают, в России с архитектурным чистым бетоном работают, но при температуре ниже 5 градусов никто еще на сегодняшний день в мире не выполнял строительство. Использованием архитектурного белого чистого бетона мы заливали эти конструкции при температуре минус 25. В общем-то, это уникальное здание, которое было выполнено в климатических условиях, в которых в мире еще никто не выполнял эти работы. Два года, как закончили, монолитные работы, поэтому тут уже все, все, что можно, уже сдвинулось, и что должно было сдвинуться, сдвинулось. Все, что должно стать, оно уже давно стоит и будет стоять вечно. Поскольку железобетонные конструкции, если их закрыть от влияния внешних среды, то есть они могут стоять веками. Сами понимаете, им ничего не будет. Это достаточно сложно. Меняй фасад и каждый раз получай новое здание. На этом этаже работы будут завершены к концу ноября месяц. На втором, третьем этаже полностью работы будут выполнены. Месяц остался? Наросим голд. А, посветлее, то есть он будет. Если вы сейчас здесь посмотрите, то лифтовые шахты смещены, да, к торцу. Ну, то есть одна шахта, вторая, третья. Вот, смотрите, вот здесь как раз видно. Да, да, да. Здесь будет все в стекле, на рамные лифты. Все прозрачно, все просматривается, большое пространство. Если бы ядро это было выполнено в центре здания, ну, мы как бы всегда имели бы, ну, какое-то препятствие. Да. А так у нас, получается, в каком бы точке здания мы ни находились, у нас всегда будет, ну, здесь в данном случае перегородки. А вот как вы были сейчас на втором, на третьем этаже, везде на стекле, на стекле. Как вам, вот, работает в проекте таком? Великолепно, замечательно. Я думаю, что это уникальная возможность, потому что в России работать с таким архитектором, ну, всегда почетно. Первый раз, вся команда, первый раз в России, первый проект. Я думаю, что это хороший успех у нас будет. Редактор субтитров А.Семкин